Всех приветствую на своем канале и сегодня у нас, как всегда, полезная порция материала по Smart Money. И рассмотрим мы в ней валидность ордер блоков. В первую очередь, что такое валидность в трейдинге? Это то, насколько данная зона важна для нашей структуры и есть ли в ней позиции крупного участника. Если в области нет позиции крупного участника и она еще к тому же не является важным элементом нашей структуры, то ее валидность очень сильно понижается и в ней будут строиться неуспешные сетапы. По сути, это будет зона маркетинга крупного участника, там, где он будет максимально провоцировать вас к открытию преждевременной позиции. И не важно, торгуете вы по Smart Money или торгуете вы по классическому анализу, вы станете той самой ликвидностью, за которой он пойдет позже, не дав вам достигнуть тейка. Поэтому крайне важно при построении любого анализа определять валидность своей зоны, то есть искать след крупного участника. Как всегда, не будем долго тянуть, быстро перейдем к разбору. С вас подписка, лайк, с меня полезный контент. Погнали! Работая на различных таймфреймах, мы всегда будем видеть множество ордер блоков. Чем меньше таймфрейм, тем больше ордер блоков, чем старше таймфрейм, тем меньше их. Логично. Но, не важно, будете вы работать для свинг трейдинга, для интродэй трейдинга или для дэй трейдинга. Важно проверять наличие валидности ордер блока. То есть, где присутствует наибольший интерес крупного участника. Поэтому, в первую очередь, давайте с вами разберемся, что делает ордер блок более валидным и более усиливает наш сетап отработки от него, а что делает его менее валидным. При определении валидных ордер блоков, вам необходимо смотреть на price action, то есть на структуру рынка. В данном нашем случае, мы находимся на недельном таймфрейме по биткоину. И мы с вами видим, что у нас с вами свинг high находится на этой отметке. То есть, эта отметка у нас район 25 тысяч по биткоину. Она является нашей свинг структурой, так как относительно недавно мы с вами обновили предыдущий low, подтвердив свинг этого high. Соответственно, его валидность сейчас у нас выше. По той причине, что у нас с вами образовался свинг. И пока цена движется в свинг структуре, она будет что делать? Набирать внутреннюю ликвидность, после чего идти за внешней ликвидностью снизу. И тут кроется вопрос, что делает ордер блок менее валидным? Это тогда, когда он является частью внутренней ликвидности своего свинга. Собственно, как у нас данный ордер блок. Данный недельный ордер блок находится у нас на значении 20 тысяч. И он не является свинг high в недельной структуре. То есть, обновление данного ордер блока не влечет за собой смены характера. А влечет лишь по большей мере накопление ликвидности. То есть, сбор ликвидности крупным участникам. Поэтому, если ваш ордер блок находится на свинг high или свинг low, его валидность всегда выше. Если ваш ордер блок является частью внутренней ликвидности, его валидность ниже. Первый важный пункт. Второй элемент. Что еще более снижает валидность вашего ордер блока? Это уже наличие его теста. Как в данном случае. Мы с вами видим, что у нас данный недельный ордер блок был протестирован. Тест ордер блока говорит о том, что цена уже совершила для себя mitigation. Правильный mitigation это доставка цены к своей манипулятивной позиции и избавление от нее. Ведь крупный участник при совершении BTS, то есть buy to sell, покупки ради продажи, открывает всегда для себя противоположную позицию той, которую он хочет открыть на самом деле. Собственно, здесь у нас данный блок показывает, данный брейкер блок показывает нам то, что основная наценка актива по неделе началась здесь. Ну, собственно, и на дневном таймфрейме также. Здесь произошла наценка актива на съем ликвидности, после чего мы поглотили это движение. Если ваш тест происходил со съемом тоже значимой ликвидности, то валидность будет ниже. Как мы видим здесь, цена сформировала хай старой недели, после чего, сняв данный хай, протестировав свой ордер блок, ушла уже формировать новый swing low. Данный тест снижает валидность вашего блока, так как у крупного участника могли уже не остаться позиции в этом случае. Соответственно, когда вы видите свой ордер блок уже затестированным, то более не рассматривайте ту область, где прошел этот тест. Если это происходит, как в данном случае, по низу ордер блока. Мы с вами видим, что тест произошел по нижним границам ордер блока, не заходя даже в его тело. А в теле, конечно же, принято считать, что в теле находятся самые высокие объемы. Собственно, теперь с таким ордер блоком для вас валидная его зона будет выше предыдущей и район 0.5. Это будет для вас более валидно. То есть, соответственно, в данном случае ордер блок уже уходит на более младшие таймфреймы. Здесь могут на дневном таймфрейме быть блоки. И его валидность будет выше, чем начало данного ордер блока. Потому что цена при подходе к нижним границам и давая реакцию на нее, она будет формировать для нас новую полку ликвидности в этом уровне. То есть, вы будете получать для себя новый EQH. Соответственно, снятие его будет более вероятным. То есть, цена, снимая его, тестируя блок на более младших таймфреймах, уже может дать реакцию на свое движение. Собственно, тест ордер блока снимает с него валидность. То есть, на нем становится ее меньше. Если же ваш тест произошел без съема значимой ликвидности, то тогда валидность за ним продолжает оставаться. Ведь если цена затестировала его, не снимая ликвидность, то, скорее всего, крупный участник не смог в полной мере избавиться от своей манипулятивной позиции. Собственно, в данном случае, что валидность этого блока повышает то, что он является свинг структурой, понижает его валидность то, что он уже был протестирован. Этот ордер блок. Но тест ордер блока не так сильно понижает валидность, в отличие от того, когда ваш ордер блок является частью внутренней ликвидности. Ведь это майнер структура и зачастую она и служит крупным участникам, инструментом того, чтобы набирать ликвидность и продолжать двигаться по своему свингу, не ломая его. Ведь зачастую крупные участники стараются сохранять свинг структуру длительное время, особенно на таких больших таймфреймах. Следующий момент. Тут уже прибегайте к элементу логики и контекста и понимания классического анализа. Сейчас для многих участников на рынке вот этот элемент является нашим клином. И движение вот в эту зону будет влечь за собой пробой клина. Выйдя за эту область, крупный участник будет провоцировать массы рынка открывать лонг позиции. То есть все заметят пробой, собственно начнут заходить в лонги. Тем самым у нас появится еще больше ликвидности снизу. В этом моменте даже по классическому анализу данная область является сигналом к покупке. То есть это еще больше понизит валидность вашего ордер блока. Так как массы рынка здесь будут рассматривать покупку и им дать вот это движение чуть повыше. То есть дать очень сочную свечку, такую большую, чтобы у многих появился эффект фома и побыстрее залететь. И наличие этой ликвидности также повысит валидность вот этого блока. Второй элемент, который повышает валидность ордер блока, это наличие ликвидности перед его тестом. Скажем, цена подойдя сюда может формировать ликвидность. Тем самым при тесте этого ордер блока у крупного участника будет объем для совершения продаж. Или же для совершения покупок, если мы рассматриваем с вами бычий ордер блок. Вся эта ситуация работает зеркально. Собственно здесь, если ваша цена очень агрессивна, без особого инжиринга ликвидности, подходит к ордер блоку и начинает торговаться в нем, даже давая какую-то небольшую реакцию, то есть корректируясь немного, то это полностью практически снимет валидность вашего блока. Ведь теперь он станет частью ликвидности. Соответственно, когда ваш ордер блок является частью ликвидности, даже видя от него небольшую реакцию, то скорее всего цена захочет выйти выше его границ. Это снизит валидность. То есть даже если вы увидите, что цена глубоко зашла в ордер блок и начала медленно корректироваться, и у вас продолжает присутствовать бычий моментум. Вы будете продолжать видеть, что цена медленно начинает корректироваться вниз, то есть больше времени тратить на это движение. То есть это будет говорить о большем накоплении ликвидности, провокации открытия шорт позиций и движение выше. Также снимает валидность вашего ордер блока. Еще один элемент, который также будет сильно влиять на качество вашего блока, это то, что он не тестировал важных зон supply. То есть важных зон интереса, не доставляя mitigation, не тестируя свой брейкер, практически то же самое, или не тестируя более ранние позиции, более ранние ордер блоки. Данный ордер блок тоже не столь валидный, как хотелось бы, несмотря на то, что он является свинг структурой. Во-первых, он не доставил mitigation. Мы видим с вами, что здесь был свинг high, цена также снимала максимум старой недели и заполняла imbalance. Собственно, здесь еще и находился брейкер. Далее мы видим, что после формирования данного high мы очень агрессивно ушли вниз и дали вот эту вот коррекцию. Коррекция вышла в premium market, но в ней не было доставки цены. Поэтому присутствует вероятность того, что данным движением крупный участник не смог избавиться от более старой манипулятивной позиции, как это происходило вот в этом элементе. Соответственно, данный фактор не произошел и может произойти после. Собственно, когда ваш ордер блок оставил за собой брешь, скажем так, не протестированные зоны и пустоты, тем более он даже не заполнил вот этот имбаланс. То есть он не дошел до более важного фрактала имбаланса. Тогда валидность этого блока тоже будет снижена. И вероятность того, что цена пойдет вот сюда, выше, сделав частью ликвидности вот эту зону. И здесь уже кроется тот фактор вот этого блока. Он у нас по сей день не протестирован. Он является частью свинг-структуры. Под ним есть ПВГ, тоже усиливает его валидность. Под ним есть ликвидность. То есть при движении вверх цена явно будет здесь где-то, возможно, чуть выше формировать свежую ликвидность, инжировать эту ликвидность. Потому что если не будет происходить инжиринга ликвидности, то и снимать будет нечего. Ведь любой, кто заходил здесь, его стоп-лост, его тейк-профит уже давно исполнен. И с большей вероятностью здесь сейчас нет ликвидности. Соответственно, только подойдя сюда, давая реакции на эти зоны, она станет частью этой ликвидности. То есть здесь начнет формироваться новая ликвидность. Тем самым повысит валидность этого блока. Поэтому рассматривайте это движение всегда. Если же цена агрессивно выходит вот сюда и торгуется здесь, то уже валидность повышается блока выше. И частью ликвидности становится данная зона. Поэтому подведем итоги. Самое большое влияние на валидность ордер блока имеет что? Наличие свинг-структуры в нем. То есть он является частью свинга. Второй момент. Не тестировал. То есть мы еще не совершали его митигейшена. И вероятность того, что позиция, манипулятивная позиция крупного участника остается в нем, также важна. Третий момент. Наличие ликвидности перед ним. Наличие имбаланса перед ним. Но, конечно, важнее всего это наличие ликвидности перед ним. То есть всегда наблюдайте за тем, когда цена подходит к ордер блоку, инжирует ли она свежие позиции, для того, чтобы тестируя его, она могла снимать в данном случае ликвидность buy stop loss, совершая при этом продажу. Ведь если цена подходит к блоку без накопления какой-либо ликвидности, то вероятность совершить митигейшен будет максимально низкой. И он не сможет избавиться от своей позиции. Следующий фактор. Что снижает валидность вашего ордер блока? Это когда он является частью внутренней ликвидности своей структуры. Ведь она должна постоянно обновляться. Также отсутствие ликвидности перед ним. То есть просто максимально быстрый подход к этому ордер блоку. Цена не накопила никакой ликвидности, ничего не совершив. Четвертый момент. Цена совершала уже тест этого блока с накоплением ликвидности. Вот как у нас здесь цена, сняв приличную ликвидность, протестировала его и уже дала движение. То есть фактор того, что от позиций избавились, присутствует, тем самым валидность блока станет ниже. Если же тест происходил без ликвидности, то соответственно валидность также останется при нем. Это самые такие важные моменты, которые будут снижать валидность ваших блоков и вероятность того, что от него цена даст реакцию. Также, когда цена подходит глубоко в ваш ордер блок и у вас сохраняется бычий моментум или медвежий моментум в ситуации с бычьими ордер блоками, тогда ваш ордер блок сам станет частью ликвидности. И еще важный момент, здесь он не отмечен. Те ордер блоки, которые находятся на полках ликвидности, они практически не имеют никакой валидности. То есть когда у вас здесь есть полка ликвидности, есть лоу 1, есть лоу 2, и здесь сформирован хороший ордер блок. Его валидность самая низкая, потому что он уже изначально стал частью ликвидности. Не тогда, когда цена подошла к нему и вот так вот дает слабую коррекцию, а он уже изначально при своем формировании стал частью ликвидности. То есть если вы увидите, что цена подойдет сюда, сформирует ордер блок и пойдет вниз. Крайне не рекомендую отрабатывать эти области. Но это у нас с вами недельный таймфрейм. Важно понимать, в каком таймфрейме вы работаете. Как я сказал в начале, есть свинг трейд, интро дейд, дей трейд, есть скальпинг. И соответственно для каждого вида трейдинга отличается валидность блок. То есть если мы возьмем для дей трейда вот эту зону, она будет валидна. Но если мы возьмем ее для свинг трейда, то все эти обе, две зоны являются самой низкой валидностью. И валидность для открытия шорт позиций будет только вот в этой области. А то и выше, так как мы даже не рассматривали с вами недельный таймфрейм. Поэтому в этом случае важно понимать, какой трейд вы торгуете. И об этом мы с вами поговорим в следующем ролике. Жду от вас большое количество реакций. Не забываем переходить на мой телеграм-канал. Там много важной, полезной информации. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова